Здравствуйте, дорогие телезрители, вернее, не телезрители, а просто зрители и подписчики моего канала. С вами Колдмайк и Мерк. Привет. Мы продолжаем нашу рубрику «Хэллоуин. Восставшие легенды» и проходим Dawn of War 2, оригинальный Dawn of War 2, кампанию на высоком уровне сложности. Мы уже зачистили несколько территорий на Калдересе, и сейчас у нас остался последний бой на Калдересе, и мы узнаем, кто же управляет орками на Калдересе, кто координирует их действия. Ну да, будем надеяться. Итак, твой ход, Колдмайк. Так, я беру снайперскую винтовку, или всё-таки дробовик? Нет, всё-таки пока что я беру дробовик, потому что мы играем против орков, а у них много юнитов в отряде, и снайперская винтовка будет не так эффективна, как, например, против отряда воинов у тиранидов. То есть, снайперская винтовка будет эффективна против отрядов с маленьким количеством моделей, но большим здоровьем каждой модели. Так, значит, есть болтер, смотри. Тебе не нужен болтер? Я уже быстренько, быстренько их. Хорошо. Так. Что тут по левелу персонажей у нас, кто отстаёт? Немножко закинем цируса. А вот я, пожалуй, лучше поменяю у него тяжелый болтер. У этого 6% увеличения для его стрелкового, для его оружия, для тяжелого болтера. Дам тебе благословение. Шит. Да, потому что всё-таки 10 уровней брони, я думаю, стоит отдать командору. А аптеку я отдам цирусу. Вместо взрыв-пакетов, потому что у нас есть гранаты, и будем стараться вывозить на гранатах. Хотя, теперь мы можем позволить себе немного больше. Я прокачал цирусу ячейку, и в эту ячейку я поставлю взрыв-пакеты. Угу. Осталось только выбрать броню для коммодора. Что у нас есть? Урон в рукопашной скорость и навык рукопашного боя. Да. Эту броню я возьму. Да, я смотрю, там более-менее пушки открываются на 6-ом уроне, которые хорошо зайдут на персонажа. Так, болтер ты выбрал самый лучший, да? Ну, для авитуса, тяжелый болтер, да, более-менее такой, у него дополнительные 6% бонусы. Тогда мы продадим немножко болтеров. Ну, смотри, там еще броня осталась. Ее тоже можно сдать. Самая простейшая броня. Всего 5 дается. Начальная, да? И ее тоже продадим. Так, раскачка. Получаю талант. Увеличивает дальность и уменьшает количество затрачиваемой энергии при использовании навыка победы. Это вот мой прорыв тот самый. Так, что еще нужно прокачать нам? Ячейку. Возможно, стоит прокачать ячейку. Это позволит нам таскать дополнительные улучшения. Так, хорошо, тут мы все вкачали. Есть броня на командора. Но мы ее пока оставим. Так, хорошо, но тут, в принципе, все. Ну, так, помчались. Помчали. Командор, время нанести удар по нашему настоящему врагу. Кто бы ни провоцировал и не направлял зеленокожих. Его убежище... Вот он, сержант Фаддей и штурмовый отряд. Ну, когда дойдем до хаоса, до следующей серии будет интересно миловидение обсудить, которое там есть, особенно скверно. Да, это будет здорово. Так, работаем быстро и четко. Карта. Смотрим карту. Угу. Ладно, побежали. Так, шутки, нас только на север идти вся дорога. Догоняй. Догоняй. Хорошо, хорошо. Это именно то, о чем я говорил. Двигаемся дальше. Доберитесь до жахты Филхаммер и выясните, кто натравливает орки. Палки варпа. Палки вырезали их. Пожалуй, любимые юниты. О, Эльдар. Если не считать больше. Ушли. Воительниц Банша. Но это были не орки. Стрелки орков засели на гребне горы. В укрытие. Прячемся в укрытие. Ярость с небес. Отрезать их. Угу. Вот они, братья. Сержант Падея явился для несения службы, командор. Я ждал тебя. Хорошо. Поехали. Ожидаю лучшего момента для атаки. Рад тебя видеть, Альтус. Штормовой отряд меня ждал. Жду, когда ты подтянешься. Я на позиции. Командор. Командор может использовать прыжковые рамцы, чтобы приземлиться как раз посреди этих... У меня пулеметы готовы. Выезжали, парни с нами не сработаться. Это классно. Я придумал Циррусу выложить хилку. А Цирруса с нами нет. Циррусу обеспечит нам преимущество Ваен и помог получить... Да. Значит, повышаем сложность. Командор, у орков серьезные укрепления рядом с главным ходом. Хотя Циррус здесь. Атаковать в лоб было бы полным безрассудством. Прыжок, парагранат, и мы внутри Циррус. И попали на прицел целой банде орков. Ну, даже не поймешь, что лучше. Либо с моста идти, либо в прямую. Для начала захватим точку. Да. Подтягивайся, занимаю укрепление сейчас. Восстановим силы и двинемся дальше. Мои люди вообще-то уже восстановлены. Я с вами это все-таки решу. Я готов запрыгивать на укрытие. Мои пулеметы уже развороны. Для них сразу вытягивали пулеметы. Пока не двигают, и остались. Ты, наверное, восстанови пока своих людей. А мы возьмем, наверное, пока реле. Все, я тут зазвонил телефон. Я резко отбросил его и потерял возможность расконтролить своего командира. Ну, ничего. Поверь мне, Авитос с Таркусом справились. Но, тем не менее, командир упал. Это очень плохо. Ладно, двигаемся дальше. Плохо, что поделать. Да, поэтому нужно отключать телефон. Домашний. Резать провода. Пойдем. Опа. А, это генератор. Здесь по-любому сейчас будет ли... Слушай, какая здесь, смотри, боза была. Догоняй, догоняй, догоняй. Да-да-да-да, верю, верю, верю. Здесь прошел еще кто-то. Быстрее, пока не подошли люди. Потому что не знаю, кому понадобилось звонить. Не можем допустить, что вадим умертый орк самолизм. Я с моим ударом тут тоже весело. Снять сейчас это не забыл. Клазменные гранаты. Бам-бам-бам. Очень больные штучки. Эх, вяжите контроль. Командор, орками наверняка управляли Эльдары. Убейте этих Эльдаров, пока им не удалось скрыться. Командор, орками наверняка управляли Эльдары. Командор, орками наверняка управляли Эльдары. Эльдар. Нехил так прилетает. Я смотрю у тебя. Да, как добротника прилетает, я бы сказал. Граната, плазменная граната. Все, это до свидания. Ух ты, повезло. Да, это то еще. айдар и подходит мою пулеметчику перемещаемся сейчас я быстро восстановлю свой президент совсем тяжкой такое только больше снаряжение не надо так все пошли дальше сейчас я сбегаю дам ящик сломаю две опорника я пустиловку я смотрю сэносы нужны гранаты пошла граната пошла веселуха меня не пугают и убийствами ох ощутите мой гнев ничтожные люди я еще ты нас нас атакуют без перерыва уже откроем так хорошо при этом полно приедали Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Проморгал я этот момент Можешь произносить свои громкие речи сколько хочешь, Альдар. Мы все еще сражаемся, а ты мертв. Субтитры делал DimaTorzok Хорошо. Уже лучше. О, смотри. А если я искю удар у нас есть, это хорошо. Ситуация осложняется, Командор. Очевидно, что Эльдары натравливают и провоцируют орков. Вряд ли их вмешательство можно считать хорошей новостью. Они сказали, что привлекали орков для сражения с общим врагом. Что бы это могло значить? Я бы не стал доверять тому, что говорят Эльдары. Они вероломные и лживы по своей природе. Ты прав, Таркус. Но они не дураки. Варлок, которого вы уничтожили, возможно, руководил орками здесь, на Калдересе. Но он явно был только частью какого-то большого плана. Мы получаем донесение, что Эльдары управляют орками в близлежащей системе Тифон. Армагеддон доставит вас на Тифон. Там вы вступите в бой с врагом. Я перенаправлю на вас все сигналы тревоги, которые мы получаем с Тифона. Че-то у нас потребуют прыгать на Тифон. Смотри, нам болтер дали новый. Ммм, прикольно. Да, жалко, что никто из моих людей его не может взять. Так, ну че. Ага. Так, я, наверное, все на Старкусом буду бегать. И с Авитосом. Продолжение следует. так давай посмотрим что ждет дальше так планета тифона прыжок направляемся на тифон ну вот красота в арбе ничего красивого не осталось так значит идет вот нападение важные точки организовали нападение на станцию связи они хотят захватить и разграбить этот важный объект эти станции одерживают связь в секторе и позволяют следить за перемещениями противника итак кому дадим к ушам такой важный объект давай сначала защитим станцию связи смотри тут такой нюанс а будут против нас орки соответственно мы можем использовать броню и улучшения и оружие которые будут наносить дополнительный урон оркам но мне все равно переодевать их не во что в принципе у меня такая универсальность я вряд ли сейчас смогу вводить такую так то нам понадобится против орков вообще там будет много стрелков поэтому я думаю ну а то я увидел цируса или цирус цирус конечно хорошо зайдет с дробовиком хорошо тогда возьмем цируса но так щит у нас есть ты сможешь взять таркусом турель таркусом турель ох 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 ну теоретически да я тебе ее отдам ну поменяю ее на 3% точности да я думаю 3% будут не критичными желательно конечно эти 3% навесить авитусу но так как у него сейчас слотов нету ну кстати авитусу можем одеть новую броню но тогда мы теряем да 4% нет смысла да то что броня с его болтером дает 10% уже так и болтер тогда мы продадим красный угу у таркуса левел да он серьезно угу а ты не будешь на выбор на таркуса девать а щас гляну Там уроны возрастят. Да. Да, ты прав. Смотри, у него еще броня у него открылась. Ты, может быть, на своих повесишь? Броня, если только в Адее. Да и только, наверное, твоего командующего. Нет, написано на Таркусу. 16 изобрения. Да, скорости, точности и здоровья добавляет. Ну, значит, на Таркусу и оденем. Так, аптечка у нас есть. Что нам не хватает? Нужно поменять. У Фадея есть один слот. Что у Фадея? У Фадея есть один слот. Есть. Свободный. Да, но он с нами не пойдет. Так, по броне что? Ну, по броне. Броню я ставлю эту. Так как она дает дополнительный урон оркам в течение 10 секунд. Да, определенно. Так, из оружия все понятно. У нас Торрель точно будет, да? Ну да. Угу. Но уже на Таркусе. Угу. Орки. Мне не хватает два уровня, чтобы взять болтер. Ну что ж, орки-ворки. Точно не снайперка будет. Нет. Дробовик. Хорошо. Тогда я готов. И мы можем отправляться. Давай. Поехали. Орки вот-вот начнут штурм, командор. Нужно будет расставить Торрели. Заточат усилия на генераторах питающих станций. Если генераторы откажут, орки захватят станцию. Так. Где поставить Торрели? Смотри, они будут переть с проходов. Так что где-то перед проходами, перед генераторами. Можно поставить вот здесь. И можно поставить... Вот здесь. Между Торрельками. Ой, между генераторами. Есть граната? Есть. Торрельками. Спасибо, что это делается. Поехали. Давай, давай, конечно. Вы туда пошли. есть нам дали тут мины заменим проход и поставлю еще одну турель все все потратили остался только сигнал так снизу пошли и и и и и а так и душе держись я попробую сбегать до храма не знаю тут куда идти отлично, один упал у чего захотеть? да, надо бы конечно сначала возьмем ближайшую точку уходи оттуда да да подвигаемся до совершения захвата тарелли у тебя есть, если тебя не закидают гранатами в дом, то все будет хорошо нам нужно захватить будет храм поперли по мосту да 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 я вижу да 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 я вижу да 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 они с твое направление будут идти что что? ладно не не, ничего, ничего, все нормально все нормально главное, чтоб они тех в тыл не вышли Так, я в порядке, можно двигаться дальше. Это нобы. Держись, уможайся. Если что, прям сразу отступай к станции связи. Отлично. Что? Отбился, от них отбился. Хорошо, а тот меня напугал. Эх, мы не спели, да? Ладно. Дайте нам высадку. Две дополнительные высадки. Дайте две нам дополнительные высадки. Да, это отлично. Какие? Прекрасная работа, командор. Потеря станции нанесла бы нам сокрушительный удар. Особенно неприятные последствия имел бы захват станции орками. Я думаю, тогда нам получится в следующий раз захватить храм. Мы вернемся еще на эту карту. Не было построено ни одной станции такого типа. Определенно вернемся. Мы больше не располагаем технологии для производства таких станций. Потеря даже одной станции – серьезный удар для Империума, от которого никогда не удастся полностью восстановиться. Мне все еще непонятно, на что надеются Эльдары, натравливая на нас орков. Какие бы цели они ни преследовали, Эльдары идут на все, чтобы оставить Сектор без связи. Мы не уверены, как они это делают, но наши астропаты описывают их вмешательство как ощущаемую в варпе тень. Ощущаемую в варпе тень? Это их точные слова? Да, их точные слова, Цирус. Однако у нас есть и более срочные дела. Оручий механик Бадзапа готовит еще одно нападение на столицу. Мне нужно проследить за нашей обороной. Постарайтесь поскорее разобраться с проблемами на Тифоне. Возможно, вскоре вы понадобитесь мне здесь. Ту, конец связи. Почему тебя так беспокоит этот бред, астропатор, Цирус? Да просто так. Я только надеюсь, что у Эльдаров действительно есть способность создавать тень в варпе. Ради нашего общего блага. Так, теперь займемся прокачкой. Угу. Ну, а это с помощью получился. Угу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Следующий враг у нас Эльдары. Отлично. Давно хотел с ней покрутаться. И вот здесь уже я возьму снайперскую винтовку, потому что у врага будут шерикенные пушки, и... И их нужно будет выносить. Угу. Тогда я беру взрыв пакеты. Сигнум. Трик точности. А тебе тогда можно даже броню будет взять на Таркуса. Если хочешь, хотя некуда. Некуда засовывать. Тут нет на Таркуса брони. Ну, в смысле, Литанию. На броню. Угу. Тут есть, конечно, броня Навитуса, но она очень такая вот... Болтера, я думаю, можно продать. Стифичный. Да. Да, продадим его. Отлично. Так, пушку не оставить турель или снять? Сейчас скажу тебе. Да, тут у нас заменять я не знаю, что, наверное, пускай стоит. Отлично. Тут у нас все укомплектовано. Угу. Броня. Угу. Так, тут тоже все укомплектовано. Угу. Ну что ж, на этом мы с вами будем прощаться. Эта серия подходит к концу. А в следующей серии... С вами были Cold Mike и Мерку. Да, совершенно верно. А в следующей серии мы тогда отправимся на битву против Паука Варпа на планете Тифон. Да, вторая миссия. Ну ничего. Увидимся со мной в следующей серии. Дальше только больше и интересней. Пока-пока. Да. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok